Под прикрытием патриотических лозунгов в Одессе продолжают действовать преступные группировки. Местная полиция не реагирует на обращения граждан и тем самым способствует беззаконию. Группа пострадавших одесситов требует справедливости в Киеве. О том, что происходит в Одессе, Генеральной прокуратуре уже сообщало несколько пострадавших. Это не произвело эффекта. И теперь люди приехали на личный прием. Речь идет о тяжких преступлениях и подозрительной медлительности полиции. Я лично ходила по поводу отъема моей частной собственности, по поводу избиения моего сына, по поводу доведения до самоубийства моего мужа, группой лиц, которые именуют себя патриотической организацией самообороны города Одессы. Эти подонки избили моего мужа. Он, понимая, что он останется на всю жизнь инвалидом, покончил с собой. Семья Мазуренко подверглась нападению тоже в собственном доме. Командовал ими лидер так называемой патриотической организации Рада громадской обеспеки Марк Гордиенко. Вызванная хозяевами полиции, как всегда в подобных случаях не вмешивалась. У меня отобрали жилье, при этом сломали моему мужу челюсть, и у меня погиб ребенок внутри меня. Среди пострадавших от произвола липовых патриотов и наша телекомпания. Нападение на ее директора с участием Рады громадской обеспеки и Одесского автомайдана 9 февраля 2015 года тоже остается безнаказанным. Коллективные заявления одесситов были поданы на личном приеме председателю службы безопасности Украины и в администрацию президента, как главы исполнительной власти и гаранта соблюдения Конституции. Я конкретно являюсь потерпевшим от Марка Васильевича Гордиенко. В заявлениях коллективных, которые мы подавали сегодня от пострадавших одесситов, указано известные нам 12 официально зарегистрированных уголовных дел. По какой причине и в каких взаимоотношениях те люди, которые наносят различных тяжестей повреждения одесситам, по какой причине эти люди до сих пор остаются безнаказанными, по какой причине мы становимся свидетелями того, что они напрямую общаются с руководством внутренних органов Одессы и Одесской области, по какой причине им кто-то покровительствует. Расследованием всех указанных преступлений прежде всего должна заниматься полиция. С изменением названия структуры местные подразделения лучше работать не стали. Об этом и сообщается в обращении потерпевших к министру внутренних дел Арсену Авакову. Для верности одесситы организовали пикет у центрального офиса ведомства. Мы требуем негайного приема министра внутренних дел Арсеном Борисовичем Аваковым группы потерпевших людей в 12 криминальных проведениях. Сам Арсен Аваков, конечно, не вышел. Но Министерство внутренних дел все же отреагировало на пикет. Материалы сегодня попадают до министра, завтра они расписываются на голову у нас полиции и ответственные службы. И с завтрашнего дня начинается расследование их материала. Одесситы, ездившие в Киев, предлагают всем пострадавшим от нападений псевдопатриотов объединить усилия и добиваться правосудия. Если правоохранительная система действительно существует, виновные должны понести наказание. В том числе и люди с погонами, кто тормозит расследованием. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.